Вязание тонкой пряжи Это должны быть квадратики В чем же нюанс? Если посмотреть внимательно на эти квадратики Хоть они выглядят как прямоугольники Они на самом деле рассчитывались как квадраты По петельной пробе Но глядя При измерении линейки 2,5 см на 4 см Но это никак не квадрат Плотность одинаковая На передней и на задней игольнице Пятерка В чем же проблема? Проблема в особенности вязальной машины Если у вас машинка В данном случае у меня сильверит Она представляет из себя Почти горизонтальную заднюю игольницу И почти вертикальную переднюю игольницу То у нее идет неравномерное натяжение То есть нагрузка на петли На иглы Значит и на петли разная И получается разная длина петли Как можно исправить эту ситуацию? Делайте образцы Подбирайте соответствующую плотность Здесь вы видите второй образец Все то же самое Количество петель и рядов То же самое Только здесь Практически 4 см И практически 4 см То есть уже квадратики За счет чего? За счет того, что на задней игольнице Пятая плотность как была, так и осталась А на передней плотность седьмая То есть на 2 единицы больше Свободнее О чем это говорит? Только о том, что когда вы вяжете какое-то изделие Не надо торопиться Не торопитесь быстренько начать вязать И связать, что получится Потратите немного времени на проработку изделия На отвязку образцов Посмотрите, что у вас получается Подберите узор подходящей пряжи Подберите плотность подходящую этой пряжи И вашему рисунку И тогда у вас не будет никаких проблем Никаких перекосов И никаких очень неприятных неожиданностей при вязании Если это видео было вам полезно Нажмите нравится Поделитесь с друзьями Подпишитесь на наш канал В ютубе и инстаграм Чтобы быть в курсе всех обновлений Что у вас в нашей школе машинного вязания Где мы обучаем стримителям А с вами абсолютно любые вязальные машины С нуля Ваша Наталья Некрасова Субтитры делал DimaTorzok